Эта конференция сейчас будет записана. Вместе с отделом развития разрабатываем новые курсы. Если множечко о себе, то опыты в управлении и в обучении имеются, поэтому мы решили экспериментировать со мной. С аннерадочком сейчас сидит Валеева Варвара Константиновна. Это наш первый эксперт, который будет делиться своим мнением, опытом, рассказывать о том, куда двигаемся мы в рамках искусственного интеллекта и программирования. Также сегодня с нами будет на встрече Сидорова Елена Владимировна. Она чуть попозже заменит место, как раз займет место Варвары. Далее Мария Геннадьевна Родина к нам присоединится и расскажет про маркетинг. Илья Владимировна про R7. Это наш российский аналог программного обеспечения по Word, Excel. И, возможно, чуть позже присоединится с Толеров Илья, пока не буду обещать. Так, ну что, давайте еще раз, всем ли слышно, всем ли видно, все ли хорошо, готовы ли к вопросам интересным. Если слышно, ага, отлично, спасибо вам большое, Сергей, супер. Если что, мы видим ваши вопросы, ответы, плюсики. Супер. Начинаем, да, Варвара? Готовы? Самое главное. Готовы. Готовы. Варвара Константиновна у нас, на самом деле, один из молодых, перспективных, активных преподавателей. Она не так давно работает с нами, с комплексом, да, но на самом деле она уже, ну, чуть позже, думаю, раскроете секреты, что вы очень много новых курсов написали, вот, уже ведете активно, скажем так, серьезные, да, курсы от начинающих, но более серьезные, поверила, поделитесь с нами. Вот, но давайте немножко начнем про нашу тему, да, какие, какие решения на сегодняшний день отечественные в искусственном интеракте, но более перспективные, как вы сами считаете и почему? Ну, наверное, одним из самых перспективных направлений сейчас является искусственное зрение. Я думаю, что все приходили в Сбербанк или в магазин и видели оплату улыбкой. Вот, мы знаем, насколько у нас, ну, мы живем все в центре, да, особенно присутствующие здесь, которые с нами находятся в аудитории. Вы прекрасно знаете, как вот идет по городу, тут камера, камера, здесь все вот у нас полопихано. Соответственно, это очень важный вопрос в рамках безопасности, в том числе города, отслеживания, анализ того, что происходит на улице, происходят ли какие-то опасные там события, нужно ли там вызывать там помощь, скорую, да, вот это очень актуально, там, человек упал, рядом никого нету, кто может помочь. Соответственно, вопрос системы компьютерного зрения, наверное, один из самых вообще такой актуальных и важных, помимо безопасности, каких-то безопасных вопросов банкинга, например, да, то, что в банках мы сейчас можем оплачивать улыбкой, что, казалось бы, просто стало, на самом деле, такого не было. Вот у нас пропали сейчас оплаты с телефона, вот замена, замена теперь мы можем оплачивать улыбкой. Безусловно, очень важный вообще анализ – это обработка естественного языка. Это, естественно, мы знаем, да, всем известный знаменитый чат GPT, который прогремел буквально там года два назад и стал безумно популярен по всему миру. Мы не отстаем. Естественно, обработка естественного языка у нас тоже так же активно развивается. Это очень важная задача почти, на самом деле, во всех бизнес-сферах, потому что каждый из нас знает, что мы часто сталкиваемся с обработкой документации, обработкой таблиц, генерацией какой-то информации. Иногда приходишь, тебе начальник что-нибудь сказал словами, а потом сидишь и долго обрабатываешь эту информацию, обрабатываешь табличку. В общем, не обязательно это делать сейчас вручную. Естественно, искусственный интеллект нам с этим помогает. И обработка человеческой речи как голосовой, так и текста является, наверное, одним тоже самых таких важных направлений в развитии у нас искусственного интеллекта. Но, наверное, последнее – это все, что связано с робототехникой, потому что важный вопрос того, как оптимизировать какие-то процессы, в том числе какие-то процессы на заводах, где-то можно обезопасить людей от каких-то опасных станков, от опасных лент, по которым проходит какая-то продукция. Естественно, где-то нас может заглянить робот, и в какой-то степени лучше, чтобы этот робот был с искусственным интеллектом для принятия решения в некоторых ситуациях, которые могут выходить за рамки, скажем так, стандартного алгоритма. Это здорово. Получается, что сейчас можно двигаться в этом направлении, развиваться. И если мы говорим про чат GPT, это скорее пользовательский формат. Специалист является также центром, который учит и программистов. У нас есть такие курсы направления, это PIML, PIML-2, PIML-3. Интересно, как раз там разделено отдельно на компьютерное зрение, отдельно на распознавание речи. Действительно, с этим мы сейчас активно работаем. Спасибо за такой развернутый ответ. А как вы оцениваете вообще состояние вот этой всей истории, искусственный интеллект на сегодняшний день в России? Вот в целом, насколько мы к этому готовы, насколько мы продвигаемся в этом во всем? На самом деле, если брать современный бизнес, то бизнес всеми руками и ногами за то, чтобы внедрять инструменты искусственного интеллекта, потому что многие работодатели считают, что чем быстрее работает этот сотрудник, тем лучше, соответственно, и больше прибыль. Это все логично и понятно. Однако, есть некая проблема. С этими проблемами мы сталкиваемся в силу того, что, допустим, те технологии, которые появились у нас с искусственным интеллектом, они начали развиваться значительно позже. Поэтому некоторые инструменты, которые у нас есть, они работают хуже. Это не проблема, это скорее шаги для развития и улучшения этого направления. Но сам факт того, что те инструменты, которые есть, и если мы им пользуемся напрямую сейчас, они могут где-то отставать, например, с другими аналогами. Но для нас это только точки роста. Мы можем внедрять что-то свое, внедрять не только, например, да, вот есть искусственные интеллекты, которые помогают в направлении HR. А есть ряд профессий, специальностей, которые также требуются помощи, автоматизации каких-то задач, естественно, это открытые вопросы, которые у нас сейчас, ну, как чистый лист и скорее кричащие слова на вакансии о том, что мы это можем сделать. Ну, и, наверное, одним из таких вот важных параметров, которым может затормаживаться развитие искусственного интеллекта, это, конечно же, вопрос финансирования. И здесь вопрос достаточно логичный. Этот вопрос связан с физической точки зрения. Все мы смотрели терминатор. Все, да, это был момент, когда, собственно говоря, искусственный интеллект появился там, ну, во всех новостных лентах. Многие стали предполагать, ну, все, сейчас произойдет с нами терминатор, произойдет апокалипсис, мы не справимся с машинами, что делать? Другие разработчики, особенно разработчики старого, скажем так, опыта, они скажут, ну, как, мы делали все руками, зачем нам что-то новое? Мы же справлялись, зачем нам что-то новое? Поэтому, естественно, где-то в каких-то сферах бизнеса могут уходить вот эти этические соображения о том, что, ну, раньше мы делали так, и было нормально, зачем нам что-то новое? Работать не трогать. Поэтому здесь на самом деле очень хорошо развивается искусственный интеллект, в основном развитие искусственного интеллекта идет у нас на базе программистов-энтузиастов, которые знают, воспринимают искусственный интеллект не как, да, там, даже цель заработка, а скорее как эксперимент того, что может делать вообще в целом вот эта технология и какие она может полезные вообще новшества у нас в жизнь вообще примасить. Вы уже немножечко начали время отвечать на мой следующий вопрос, Варвара, да, спасибо. Сейчас хотела прокомментировать. На самом деле всегда хотела сказать тут фразу «ставьте лайки», там, да, вот, там, донаты, но нет, у нас сегодня все будет наоборот. Плюшки, подарки будут от нас в самом конце нашего мероприятия. Всех просим дождаться, в конце будет приятный бонус, не такой, как обычно, но все же, так как видео будет на YouTube, надеемся, что лайки где-то там вы будете ставить, писать позитивные, хорошие комментарии. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, к Варваре Константиновне, прямо в режиме реального времени пишите, мы будем их читать. Если у кого-то из аудитории возникает вопрос, маникните нам, и мы обратим на вас внимание и спросим, хорошо? Супер. Так вот, вы начали отвечать немножечко на вопрос про как раз разработчиков, программистов, энтузиастов. Вот какие вызовы стоят перед нашими отечественными разработчиками, вот для того, чтобы вот все это внедрить, для того, чтобы быстрее пойти, как-то развиваться. Я поняла, что деньги, да, финансирование. Я поняла, что это уже такие переделка мозга, да, чтобы, назовем, ну, раскрыться для возможностей. Для поколения Y и Z, да. Еще что-то. Ну, возможно, какие-то регуляторные барьеры, которые связаны скорее с, ну, в том числе и законодательством, да, у нас есть эти ограничения. Многие вопросы искусственного интеллекта, которые сейчас есть, ну, я говорю сейчас про мировые тенденции, они находятся в рамках открытого доступа, то есть мы, как разработчики, можем посмотреть, что там делается, но мы знаем вот это главное слово импортозамещение, да, и, соответственно, в рамках того, что уже кто-то сделал, мы этим пользоваться не можем. И где мы сейчас отстаем, мы должны либо вот этими семейными шагами догонять то, что уже сделано кем-то было, ну, либо, соответственно, да, если нет каких-то возможностей это делать, мы, значит, можем в этих моментах отставать. Но это не говорит, что мы на самых последних позициях, на самом деле, с точки зрения мира, мы не, ну, я бы даже сказала, мы тоже на передовых позициях, в некоторых направлениях. Угу, я поняла. Это, скажем так, перспектива, да, задел на будущее. А сколько потребуется времени, ну, чтобы, скажем так, наверстать? Хотя мне кажется, что в целом и в общем мы неплохо двигаемся, да, и в рамках того, что чат GPT, в принципе, взорвал мир всего два года назад, на сегодняшний день мы уже предлагаем наши, да, какие-то сервисы, какие? Ну, Яндекс, да? Яндекс, Гибачат, я не знаю, Кандинский, да, для вас. Вариантов, на самом деле, много. Да, отвечаю на вопрос, который включается. На самом деле, те, которые сейчас перечислила, это, собственно говоря, инструменты, с которыми... Ну, Алиса, это классический, кстати, да, это Яндекс-версия, да, Алиса, с которой с нами разговаривают, эти умные колонки, то, что в телефонах у нас есть. Это, наверное, одна из самых первых. И, кстати, гордость нашей страны, это очень... Это правда приятно, что Яндекс – первый браузер, внедривший искусственный интеллект в поисковую строку. Вот когда мы задаем какой-нибудь вопрос, та информация, которая нам выводится, это не информация с ближайшего сайта, которая лучше всего рекламируется, а та информация, которую нейросеть собрала по основным, самым популярным сайтам, выдала из нее, скажем так, самую сочную, важную информацию и выдала нам, как, например, часто задаваемый вопрос. А что еще параллельно люди спрашивают по той теме, которую мы, собственно говоря, хотим узнать? Поэтому это прям преимущество. Да, Алиса в браузере действительно, да, вот комментарии в чате много умеет делать. Она единственное, что нацелена на, назовем это так, житейские решения проблем. И сейчас Алису, как и многие, вот, кстати, да, там, например, те, кто пользуется iOS'ами, да, iPhone'ами, я имею в виду, может быть, слышали на новом последней презентации, анонсировали, что наконец-то вам в iPhone'ы будут внедрять искусственный интеллект. Ну, на самом деле, не то, чтобы они кого-то удивили, во многих инструментах уже и техники, и этот искусственный интеллект есть, ну, а нам сказали, что ничего себе, это ноу-хау. На самом деле нет, и Алиса уже вот в этом отношении мы лучше. У нас Алису уже лучше работает, как, ну, это называется, персональный ассистент. Как человек, да, ну, назовем его, да, как образ человека, который может нам, например, решить вопрос, куда мы сегодня вечером с вами пойдем, да, то есть нам не хочется заказывать себе ресторан, столик, да, соответственно, Алису развивать таким образом, чтобы она превратилась в каждом телефоне персонального ассистента, который готов помочь, там, забронировать столик, вызвать врача, там, подсказать, там, не знаю, как сделать пирог, да, то есть такие вещи, возможно, которые могут нам, да, да. Как насчет целостности информации? Давайте повторим вопрос. Повторим вопрос. Вот вы сказали сделать пирог, была история по поводу GPT-чата, который порекомендовал в пиццу добавить клей. Да, это проблема, но мы все прекрасно понимаем, что искусственный интеллект – это не человек. Нет, понятно. Искусственный интеллект – это не учебник, которым нужно пользоваться. Любой инструмент, которым мы пользуемся, ну, да, возьмем наши русские аналоги, гигачат, янекс, GPT, везде на них написано плак, плашечка такая о том, что я только искусственный интеллект. Вот, проверяйте информацию. Насколько я знаю, есть прям такие целые коллаборации, корпорации, которые нанимают сотрудников, которые как раз вот забивают запросы, подчищают, где появляются баги. И вот клей, я уверена, в ближайшее время из рецепта пирога уйдет. Ну, на самом деле, да, если запросы хочешь сделать сейчас GPT, такого уже не будет. Естественно, искусственный интеллект, ну, представьте, как реально вот ребенок, он обучается, у него, как у человека, у нас стоят вот эти нейроны, и есть позитивное обучение, есть негативное обучение, да, мы говорим ребенку, несу пальцы в розетку. Мы нейросети говорим, не надо нам в пирог добавлять клей. Ну, и, соответственно... Один момент. Откуда оно берет достоверную информацию? И что оно считает достоверной информацией? Здесь только человеческий фактор. Нейросети есть. То есть вы понимаете, да, что на сайте может быть написан фейк. Конечно. И что угодно. И вот эта клей она взяла из чата сотрудников, которые там общались, допустим, люди, и между собой там шутил. Ну, это факт. Но единственное, что нейросеть не использует один источник. Она старается... Компинировать. Ну, да, собирать информацию со многих источников. Естественно, да, вот если там смотреть один очень интересный эксперимент, когда преподаватель попросил... Натериальный эксперимент, когда преподаватель попросил своих студентов собрать и написать, скажем так, отчет по древесным осьминогам, начнем с того, что древесных осьминогов не существует. Нету таких осьминогов. И был единственный сайт, который выдавал эту информацию. Естественно, люди выпили эту информацию, которая была. Естественно, если у нейросети только ложные источники и, ну, так скажем так, назовем это администраторы нейросети, это всегда люди, которые анализируют выходную информацию нейросети, не урегулируют ее и не скажут, что это фейк, то, ну, она, да, она будет нам добавлять в пирог клей. Увы, да, так и будет. Но я уверена, что этого не будет, потому что, ну, точно есть определенные корпорации, которые над этим работают. Ну, конечно. Я вижу вопрос, дайте прокомментирую немножечко. Это первый вопрос, который, да, и Яндекс здесь используют, да, Варвара? Да, да. И Google сейчас уже начали. Ну, все, правда, я знаю. И Яндекс больше наш, да, поэтому про интерпозамещение сегодняшняя встреча. Больше говорим про Яндекс. Однозначно Яндекс, рекомендуем Яндекс. Так, по поводу, к сожалению, не видно описания. У нас есть QR-код специально для этого. Наведя на него, вы попадаете прямо на страницу Варвары Константиновны, на которые все ближайшие группы будут прописаны, чтобы можно было подключиться, записаться. И в конце, еще раз повторюсь, там бонус, который позволит записаться с максимальной выгодой. Варвара, немножечко мы так активно, вижу, да, идем. Хочется, знаете, чтобы немножечко рассказали вы про все-таки современное программирование, искусственный интеллект и ваш личный вклад, скажем так, в это направление вам как специалиста, что вы уже сделали интересного, что не сделали, что планируете. Секретики, да, вот сейчас хочется секретики. Возможно, есть курсы уже в расписании, возможно, еще их нет в расписании, но они скоро появятся. Либо мысли интересные, Ге, вот чуть-чуть секретов. Развиваться в этом направлении можно, чтобы просто человеку будет воображение. Я, конечно, знаю, мы же это сами вместе делаем, но для аудитории все же, я думаю... На данный период времени у специалиста есть курсы, которые, собственно говоря, разработаны в улевной, которые я веду. Есть отдельное направление, инструмент искусственный интеллект для программистов, так как, собственно говоря, мой бэкграунд это в основном в IT-специальностях. Я работаю очень долго в Роскосмосе. И, собственно говоря, как программисту, как IT-специалисту, мне бы хотелось бы... Ну, мне и нравится эта идея того, что есть какие-то инструменты, которые могут упростить мне жизнь. Да, человек существо ленивое, ему хочется как-то свою жизнь упростить. Соответственно, в программировании этот вопрос тоже актуальный. И есть, на самом деле, ряд инструментов, и отечественных инструментов в том числе, которые действительно позволяют нам, как программистам, упрощать нашу жизнь. То есть, например, заниматься базовой разработкой какого-то там алгоритма, не, скажем так, не совсем самостоятельно, да, а с помощью инструментов искусственного интеллекта. Это очень классно позволяет в процессе обучения, когда люди приходят, да, там, например, на IT-специальности, не знают, что мне делать, а куда мне пойти. Это же страшно начинать, например, что-то новое. И многие инструменты позволяют, например, выстраивать, да, подсказывать. Например, вот эту задачу вы можете решить с помощью языка Python. Вот эту задачу вы можете хорошо реализовать с помощью языка SQL Plus. А вот вам пример. Это не говорит о том, что нейросеть написала за нас полностью код. Нет. Естественно, мы берем, мы его автоматизируем, мы его переписываем, возможно, под свои какие-то задачи. Но, например, ну, извините, сортировку какой-нибудь пузырьком, те программисты, кто знают сортировку пузырьком, знают ее хорошо. Но ее писать каждый раз очень-очень не хочется. Потому что она стандартная, классическая, присутствует во всех учебниках по алгоритмизации. Ничего такого, да, это не велосипед, да, и мы его придумывать не надо. Соответственно, на, скажем так, на 5 минут своего кодинга я сокращу свою работу. То есть в таких вопросах это очень полезно. И, собственно говоря, про курс инструмента искусства интеллекта для программистов рассказывает про эти технологии, которые можно использовать, и которые я советую внебрять. Я рассказываю о том, как в современных реальных мы можем им пользоваться доступно, да, как можно зарегистрироваться, установить, посмотреть. Мы все это кликаем, пробуем, проводим эксперименты, проводим исследования, чем, например, в каких вопросах Яндекс.ГпТ лучше, например, гигачата. А где гигачат выигрывает? Потому что нейросети все обучаются по-разному, где-то они работают лучше, где-то чуть похуже. Ну, в рамках того, что у них просто, например, опыта обучения в данной сфере было меньше. Супер. Еще есть курс для ИГАРа. Я хотела сказать, что вижу комментарии в чате, пишут про ИПРО, которые, да, по программированию. Только генерей стоит группа, а можно ли пораньше? Вот дело как раз в том, что у Варвары Константиновны пораньше будет еще несколько курсов. Вот это как раз помощь в подборе персонала, да, с искусственным интеллектом. Это чат GPT, да? Но не только курс. В основном я там рассказывала. Про Телеграм. Да, про Телеграм. Где ваш курс для ИГАРа. Оба на И, который, да, в ближайшее время. Оба на И плюс чат GPT, где я рассказываю вам актуальный вопрос, особенно для бизнеса. Где требуется вот этот вот ассистент, который быстро будет подсказывать и помогать. Обычно это человек на проводе, который быстро отвечает на все звонки. Но, мы сами понимаем, люди все устают. Вот им не хочется, да, тоже отвечать по ночам. Поэтому есть искусственный интеллект, который можно внедрять в эти боты, внедрять, да, вот это вот общение с нашими клиентами, и ускорять какие-то процессы получения того же самого фидбэка, да, или там увеличить конвертацию лидов, например. Да, потому что ассистенты отвечать могут дольше, а искусственный интеллект отреагирует сразу. Ну, соответственно, я рассказываю про то, как это получается. Поэтому, при этом, чтобы пойти на искусственный интеллект, программирование, можно пойти на курсы подготовки. Это у нас курсы АПРОГ, называется, и АПРОГ П на Пайтоне. Можно тоже записаться. Варвара Константина, она их тоже ведет. Вот, я уже вижу прям базовый курс Питона в ближайшее время. И АПРОГи тоже, по-моему, у вас там есть, да? Там. Вот, поэтому можно сначала на подготовку записаться, а потом уже как раз идти по направлениям, которые будут более интересны. И анализируя чат, переписки, которые были, очень интересный был вопрос, а можно ли искусственный интеллект внедрить в Excel. Был еще ответ сразу, что у нас была надстройка. И вот прямо сейчас, в режиме реального времени, я знаю, что у Варвары есть также опыты в Excel. У нас есть преподаватель, который работает с Excel. Это наш второй спикер. И я считаю, что прямо сейчас у нас родилась идея следующего курса. Вот, поэтому мы ждем интересную надстройку. Чат перечитаем. Варвара, включайтесь. Мы, кажется, нашли вам еще одну идею. Все поддерживают, да? Да. Супер. Если поддерживаете, тоже там поставьте нам плюсики, не знаю, смайлики, что-нибудь. Я считаю, что это очень круто получается. Варвара, я думаю, что очень продуктивная получилась беседа. Так я знала, что мы все равно будем затягиваться. Изначально понимала, что не 45 минут, потому что режим интервью всегда хочется больше. Еще задайте вопросы, поэтому мы будем общаться. Варвара, какие-то ваши пожелания вот всем, кто с нами сейчас, кто хочет идти, с чего начать, куда бы вы предложили пойти? Наверное, на опрок, да? А завтра на оси сначала. А все, кто знает опрок, можно идти прямо на оси, да? Ну, во-первых, я пожелаю, наверное, не бояться открывать для себя возможности, потому что у нас вокруг есть анти-технологии, они непрерывны с нашей жизнью. И даже если вы коммунитарий, любите рисовать, и ваша жизнь полна творчеством, на самом деле, как я говорю с точки зрения Министерства образования, это реальный факт. Министерство образования рекомендует внедрять в свою жизнь программирование, потому что оно упрощает обыкновенный житейский вопрос. Даже если вы не хотите быть программистом и работать в IT, это может упростить ряд жизненных ситуаций и решить какие-то проблемы, даже не будучи действительно специалистом в области IT. Ну, а если уж специалист в области IT, то, да, нужно развиваться, идти только вперед, дальше, выше, сильнее. Спасибо большое, Варвара. Спасибо, Варвара. Спасибо, Варвара. Спасибо, Варвара, спасибо. Спасибо большое. Отлично. Спасибо всем большое. Ну что ж, от Варвары мы переходим дальше. Интересные будут у нас сейчас тоже темы, беседы. Елена Владимировна, приглашаем вас. Елена Владимировна, у нас боец сегодня, на самом деле. Сейчас вы увидите ее небольшой секрет. Да-да, болезнь. Это не болезнь, это просто травма, которая не помешала совершенно вам участвовать в наших мероприятиях, быть с нашими мероприятиями. Как поменять имя, пишет Энн, добрый вечер. Поменять имя нужно в настройки зайти, и там даст вам карандашик, переподписаться. Вот, но если что, напишите Энн, как у вас же в чате, мы постараемся запомнить. Так, давайте знакомиться. Елена Владимировна, да, один из, наверное, метров вообще специалиста, который настолько хорошо разбирается в Excel, Word, PowerPoint и все, что с ними связано. Открой секрет. У нас очень много есть слушателей, которые говорят, мы не пойдем никому, пока не видим расписание. Да, Елена Владимировна, но это факт. Соответственно, мы с этой стороны двигаемся в направлении, всегда на встречу с слушателем, стараемся территориально обеспечить близость и все остальное. Поэтому очень рада, что вы сегодня с нами. Спасибо. Поговорим с вами сегодня про импортозамещение, такой офисный образовательный формат у нас получится, потому что R7 – это то, за чем мы сейчас будем идти, да? Согласны? Да. Хорошо, давайте тогда немножечко поговорим про R7. Расскажите, что это такое, потому что фразы возможны для всех, знакомые. Фраза, у вас вопрос какой-то? Да, почему именно R7 не помещение, не найдешь продукты. А вот сейчас мы как раз расскажем секреты, да, почему R7 – общепринятое слово, а как на самом деле называется, и почему… И почему не мой офис. И почему не мой офис, да. Расскажите. Ну, не факт, что шилом на мыло. Ну, в общем, во-первых, что такое R7? R7 – это разработка наших новгородцев. АО «Р7» у них компания называется, и они предоставили достаточно много программ в своем пакете, их сейчас 15, и они их увеличивают. И основной пакет – это пакет офиса. Офисный пакет R7, соответственно, представляет из себя аналоги Word Microsoft, это R7-документы, это аналог Excel, который называется R7-таблица, и аналог PowerPoint. Это, как бы сказать, R7-презентация. Кроме того, что есть у нас пакет R7, соответственно, конечно, разработчики наши российские, они нам предлагают еще пакет «Мой офис», есть «Альтер офис», есть «Лайбр офис», который в открытом, так сказать, доступе, с открытым кодом. Не факт, что это полностью российская разработка, но в «Линусе» мы его используем, как предустановку. Почему R7? Во-первых, вот сейчас сами подумайте и скажите, пожалуйста, вы же все в офисе наверняка в Microsoft работали? Конечно, да? А вот теперь скажите, если вам предложат две системы, одна система, которая очень изуально похожа на Microsoft, ленточный интерфейс, примерно такие же вкладочки, такие же примерные инструменты, и, например, «Мой офис», который, может быть, кто-то в 2003-м и более старом работали. Там файлы, всякие вставки и так далее, но они открывают не список инструментов, а панели инструментов, они как бы ставятся, ну, в общем, получается, не вкладка, которую открываешь, и там просто строчка с инструментами, да, а просто несколько панелей, один под другой, и получается там очень большая строка, широкая, и в этих инструментах вы просто путаетесь, пока найдете, ну, конечно, если не привыкнете. Так вот, когда ты видишь программу примерно такую же по интерфейсу, с которой ты уже лет 20 работал, тебе все-таки удобнее и комфортнее будет перейти на эту систему, да? Вот, по поводу, как бы, что у нас в стране, да? В конце 23-го года, как бы, провели статистические исследования и сделали вывод. Программисты, ну, вернее, компания, которая разрабатывает «Мой офис» в 23-м году, ушла в минус в продажах пакета офиса. «Р7 офис» увеличили продажи на 300%. Ну, то есть, когда компания имеет возможность выбора, она, естественно, что выбирает? Во-первых, интерфейс, во-вторых, когда пользователи быстрее в эту систему войдут, то есть не будут тратить ни деньги, ни время на дополнительное обучение, потому что это знакомо уже. Конечно, там есть плюсы, есть минусы, есть свои недоработки еще пока, но вторая еще причина, что «Р7» лучше, чем «Офис». Компания «Р7», у них 150 тысяч разработчиков на текущий момент, вот, и эта компания почти два раза в месяц выпускает обновления. То есть они дорабатывают, причем постоянно дорабатывают программы, и если, например, две недели, три недели назад мы в сводных таблицах в Excel не умели, вернее, не могли создать вычисляемые поля, последнее обновление, они уже это сделали. Плюс к этому они собирают информацию от всех пользователей, то есть есть чат всякие, телеграм-каналы и так далее по поддержке, и когда им многие пользователи задают один и тот же вопрос, показывают одну и тот же, рассказывают об одной и той же проблеме, даже если у них нет в планах на этот год доработать, они внедряют. То есть они слышат, это, наверное, самое главное. Они слышат, они видят, они всегда в поддержке. Я как и предполагала, да, я вам говорила перед началом, что это самая будет острая тема. Наверное, да. Я вижу ряд вопросов, я вижу в чате, просто вот прям не успеваю свои задавать, но вижу вопросы, а есть ли бесплатная версия домашнего пользования, можно как раз рассказать и про домашние, и про образовательные, и про все остальные, почему и как, да? Да, да, да. Немножечко нам аудитория диктует, диктует свои планы, давайте. Значит, что касается разработки, разработчики этот пакет создавали для, первое, для госучреждений, которые обязаны перейти на импортозамещение, так, так, для образовательных учреждений и для среднего и малого бизнеса, вот. Это как бы три стези, пока, пока, ну почему нет, они есть и для пользователей, для обычных. Нет, в чем здесь смысл, смотрите, госучреждения это одно направление, да, кстати, да, очень много банков, они заключают договора, и Сбербанк, и Промсвязь, и Россельхозбанк, и ВТБ, плюс МТС, очень много компаний, самые активные, они закупают вот это все. Понятно, что это лицензия платная. Теперь про образовательные учреждения. Они делят на две группы. Это дошкольное и школьное образовательные учреждения. Им лицензии выдаются бесплатно, полностью бесплатно. Это, вот это импортозамещение. Это шикарно, да. Это импортозамещение. Вот, причем сейчас с европейская часть России до Урала уже у них хорошо обеспечены вот этими вот пакетами, то есть они активно работают. А учреждения средние, технические, да, 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 среднее специальное, высшее специальное, дополнительное образование, они могут приобрести вот эти лицензии, слушайтесь, с 90% скидкой. Представляете? Одним бесплатно, а вторым 10% от стоимости. Ну, потому что надо переходить, да, переходить. Конечно, конечно. Поэтому очень активно самая R7 внедряется. Внедряется, да, внедряется максимально. Вот вопрос о Power Query. Чем заменить? Power Query пока ничем не заменить, вот, но, как бы, они стараются, у них в планах есть, но, по-моему, только на то ли 25 и то ли 26 год. Про Power Query что-то похожее. И у меня также вопрос по поводу Power Pivot. И Power Pivot то же самое. Пока нет. Пока нужно искать просто российские аналоги. Они есть, но еще пока не сильно распространены. То есть ждем, и не так быстро, да? Да. Я также спрашивала, вот, ну, достаточно часто спрашивала у них о том, что они хотят сделать со смарт-артами в нашем офисе. Ну, то есть, знаете, да, что такое? Нет, суть. Это организационные диаграммы в Microsoft офисе, во всех программах в Word, в Excel, в PowerPoint, которыми, с помощью которых можно создавать красивые схемы, блок-схемы, или и не блок-схемы, да, вот, просто вводя данные и говоря, что, например, вот это значение у нас, первый уровень структуры, это второй и так далее, и он все это красиво то в виде кружочков, то в виде лесенки, ну, там нужно выбирать. Так вот, полтора года назад их вообще не было в Word 7. Вот, полтора года назад появились некоторые шаблоны этих СМ, но они, ну, можно так сказать, урезанные. То есть, если, например, как бы сказать, лесенка состоит из трех ступенек, вот, ну, типа карьерной лестницы и так далее, да, если нам нужно четвертую, мы уже не сможем сделать. Так вот, я задавала вопрос, прям несколько раз, планируете ли вы вот заработать? Они говорят, у нас в планах на этот год пока нет, но мы помним про это, потому что многие пишут. Ну, я думаю, что это связано с тем, что так быстро такие вещи не делаются. Однозначно, однозначно. Все же есть искусственный интеллект, да, который энтузиасты могут, а есть такие фундаментальные вещи, которые кропотливо, терпеливо нужно тестировать, да, внедрять, это все больше времени занимает. Вижу вопрос про чат, да, поддержка в чате. Еще раз. Есть ли у R7 поддержка в чате? Значит, у R7, если вы, как бы, работаете в организации, и у вас взято специальный блок программ, там есть и команда, есть и совместная, нет, нет, я имею в виду, что пакеты. К нашему вот этим трем программам добавляется органайзер, почта, команда, совместная работа, там и так далее, и так далее. Так вот, есть там блок поддержки чата внутри работы, есть совместная работа, где мы одновременно просто открываем документ и начинаем работать в одном документе. А у Google документы тоже заменятся? Конечно. То есть вот в ближайшее время? А у Google однозначно там уже почта есть, все хорошо. Вот. Так, о чем мы? Об общем. Об общем. О совместном редактировании. То есть мы, например, пять человек открываем один и тот же документ, и работать можем прямо в одном абзаце, если это текст. Там есть два режима, есть быстрый, это когда вот я сижу, начинаю писать, сосед пишет в соседнем, например, абзаце, и я прям в реальном времени вижу, что происходит с этим текстом. Вот. Но иногда это просто глаз нервирует, да, и поэтому сделали еще второй режим, он называется строгий, когда мы получаем обновленную информацию после нажатия на кнопки «Сохранить». Вот. Тоже очень удобно. В Майкрософте что-то похожее было, они внедряли, но это только когда эти документы хранятся у них в облачном хранилище, которое россиянам закрыли. То есть он драйв, сейчас я тоже не работаю. Все нам в помощь, да? Все, да, прекрасная штука для совместной работы. Тут как раз помогает мне Сергей двинуться дальше, про программное обеспечение поговорить, да, R7 и интеграция с программным обеспечением. Под что подстраиваются, под какие системы? Ну, смотрите, R7 у нас можно устанавливать пакет на любую операционную систему фактически. Это и Windows, и MacOS, и всякие Астролинуксы и так далее, и так далее, RedOS и так далее. Сергей отвечает, Астролинукс есть. Астролинукс есть, стопроцентно есть. Вот. И плюс к этому можно как бы продумывать даже совмещение с теми программами, которые еще не закуплены компанией. То есть они тоже, скорее всего, будут как бы внедрены. Причем еще что хорошо, что наши программы вот эти, они поддерживают форматы Microsoft. И если ты поработал в Microsoft и создал документ, открываешь R7, ну, есть там некоторые сдвиги, перегибы, перегибы, но в основном документ... То есть как с LibreOffice такого не будет, да? R7 позволит нам спокойно документ сохраненный там открыть. Открыть и поработать с ним. И значительная подчинка информации. Да, однозначно. Это я считаю, что... Причем у них еще есть, кроме десктопных версий, еще облачная. То есть вы через браузер можете спокойно работать, вот, сохранить себе потом на компьютер. И плюс мобильные вот эти вот наши пакеты, они тоже очень хорошо конвертируются на маленький, на большой экран. Прекрасно работает. Вот я с планшета спокойно работаю, потом переношу на компьютер, у меня ничего не плывет. Шикарно. Вообще очень классно, да. Шикарно. Тут вот про библиотеки для программирования в R7. Что-то платится или пока что-то? Ну, смотрите, программирование в R7, оно не... Есть макросы, я вот знаю, да? Да, ну, то есть там это называется плагины. Почему? Потому что макросы в Майкрософте пишутся на Visual Basic, а плагины, соответственно, в R7, они разрабатываются на JavaScript. То есть макросы, которые были в документе Майкрософта, например, написаны, они здесь, естественно, работать не будут. Вот. Но зато плагины можно писать самим, под себя, и все вот эти вот надстройки, про которые говорят, там, вы помните, может быть, у Павлова Николая он создался, кто-то знает, наверняка. Нет? Смотрите, если не знаете, но работаете в Майкрософте, извините, я прорекламирую. Есть сайт, который многие слышали, это называется Планета Excel. Вот. Это преподаватель, который у нас тоже в специалисте работал одно время. Вот. Он создал свою настройку, и в этой настройке очень много интересных вещей для и целя, которых вот раньше только макросами делали, а он просто настройку сделал, кнопочку вывел. Например, одна из проблем – написать сумму словами, прописью. О, кнопочку нажали, все у вас готово. Так вот, здесь мы, если знаем, например, тот же JavaScript, мы можем писать под себя, под себя, под свою компанию, вообще под личные нужды свои какие-то вот эти плагины, и они будут работать на любом устройстве. Я поняла. Ну, а какие у нас предприятия вообще вот в импортозамещении, у R7? Я так понимаю, что есть ряд того, что уже внедрили, есть то, что планируется. Может быть, еще есть секреты, о которых мы не знаем? Ну, я не знаю, я тоже слежу иногда. Они говорят, что развиваться мы будем стопроцентно. По поводу вот этих вот Power Query, Power Pivot, тоже планы есть, но пока далековато от нас. Чат еще про Power BI спрашивает. Пишут аналоги там уже, но... Ну, это нет, это не к R7, это пока к сторонним разработчикам тоже есть. То есть туда не идем. Там вот есть аналоги другие, поэтому отвечаем на вопрос. В Power BI не идем, хотя, согласно, инструмент удобнейший. Шикарнейший инструмент. Для тех, кто его познал, разобрался, я считаю, для аналитики пока. У меня, кстати, есть такая тоже мечта, я поделюсь. Я все хочу, чтобы был такой курс, который позволяет соединить SQL, Power BI, и вот чтобы это такое вот на ИИ все заехало, и такой, я руководитель открыл, и мне вот табличка Power BI все посчитал, искусственный интеллект, аналитику вывел, все, данные обработались, все, все же. А еще просто подумал, а он уже сразу вывел. Это вообще идеально, но это пока далеко-далеко, но мы же еще мечтать не любим. Конечно, конечно. Да, вопрос у нас за аудиторией, да. После всего того, что сказано, а значит ли это что, допустим, через 5 лет эксцепты с ними будет смысл здесь учить в России? Очень может быть. Вот с Майкрософтом вообще непонятная история. Если вы отслеживаете, я, например, в этом году уже три раза читала, что Майкрософт закрыл все в России через две недели, что ничего не закрыли, что 24-я версия, вот, да, 24-я версия офиса выходит, сейчас уже и в России можно эту самую бета-версию купить, проанализировать, в конце года 24-ю версию можно будет приобрести. Ну, то есть, то мы уходим, то мы заходим, понятно, я тоже говорила, что... Велико количество пользователей, которые пользуются. Я думаю, что это ключевая история, пользуются. Все правильно, да. Если бы со школы обучали минус, и все вот эти замечающие продукты... Знаете, это смотря в какой школе? Потому что Майкрософт заходила, скажи, рей, она в школе давала бесплатные рецензии. Было такое, а потом... У нас есть дискуссии, давайте мы дискуссии, уважаемые слушатели. У нас есть дискуссии, это за счет государства, за школьников. Это все красиво распрасано, но оно как бы уже не подчиняется в двух лет. Ну, у нас даже в них есть анальный. Ну, разве это плохо? Поэтому даже и нет ничего, как мы всегда сидели, некоторые организации, которые обладают сложной финансовой аналитикой на Майкрософт, так и будет сидеть. Мы в 90-х взламывали, встали нормальные крякины, и будем продолжать это делать. Мы как-то ничего такого страшного нет. Мы русские. Разробленный продукт, это не проблема. Конечно. Это понятно, но, видите, госучреждения, они не имеют права работать на вот этом санкционном оборудовании. В корпорации пока еще, да. Да. А дальше? В образовательной сфере тоже переходят. Видите, они прямо раздают бесплатно вот эти лицензии. Все это нужно устанавливать и работать, учиться. И если сейчас школы начнут работать, например, на том же R7-офисе, естественно, им потом и придется дальше работать. Тут, наверное, стоит понимать, что нельзя это так быстро. Майкрософт так долго ходил, что выйти очень тяжело. Но мы точно понимаем это. Но мы сами должны понимать, что за 5 лет, ни в коем случае, в том-то и дело, что за 2, за 2,5 года мы уже настолько продвинулись, что для российского разработчика так быстро идти, бежать, так быстро меняться на ходу, это что-то новенькое. И учитывая, что R7 все же учитывает уже ошибки, существовавшие в Майкрософте, мы понимаем, что у R7 есть будущее. Да, возможно, для нас, рядовых пользователей, это не будет так активно, так популярно и навсегда, потому что мы привыкли. Иногда вот как раз такая позиция, мы не любим что-то менять, да? Мы все говорим, мы за инновации, мы за революцию, мы за развитие, а потом раз, а мы консерваторы. И нам такие, ой-ой-ой, лучше ничего не менять. Но из-за программы политической, государственной, ряд образовательных учреждений и различных госучреждений, они вынуждены будут перейти. И вот тут уже это такой эффект сарафанного варианта, когда уже на работе потихонечку тебя начнут заставлять с этим работать, и ты поймешь, что на работе я провожу 9 часов своей жизни и вижу R7, а прихожу домой на выходных табличку собрать, а у меня раз, и Майкрософт Эксель открывается. Я такая, оп, стоп, а ручка тоже тянется к другой кнопочке, уже хочется по-другому. Это процесс эволюции, это не революция. А еще пин-офис есть. Ой, еще и оп, он есть тоже. Просто здесь не про революцию. Не про революцию мы говорим, мы поговорим про эволюцию. Если вы видели, вы меня поймете. Мы говорим, что через 5 лет, когда кто-то походит, и нам не будет угрожать на госсор, мы очень быстро затянем далеко на полку. Ну, сибро-офис того, что не случилось, я знаю, что с ним работают все равно. Супер, давайте мы про программирование и прогнозирование будущего поговорим в перерыве, он у нас точно будет. Елена Владимировна, давайте финальный вопрос хочу, уважаемые слушатели, хочу финальный вопрос Елене Владимировне задать, очень прошу тоже обыкнуть внимание все-таки. Хочется, чтобы вы рассказали, вот есть дискуссия, что не так быстро, не пойдем, через 5 лет вернемся. А вот сегодня, что чаще всего заказывают? Куда вас вот особенно наши спецгруппы, заказчики-специалисты говорят, Елена Владимировна, нам нужен вот этот пакет, такую-то организацию в срочном порядке, вот самое главное. Из R7? Да, из R7. Ну, в принципе, и таблицы, и презентации, и документы, анализ Ворда, аналог Ворда. Но, естественно, экселевский аналог, так как в основном банки сейчас заказывают нас, естественно, оно идет, но раз в два месяца проходят группы и по документам, потому что люди, которые привыкли работать, например, в Microsoft Word, они уже какие-то вещи на автомате делают, а потом говорят, ой, а этой кнопки нет у нас в R7, а мы работаем в R7. А почему там вот что-то поклыло? И начинаем разбираться. Ну, я маленький примерчик привела. Да, конечно. Вот, была предыдущая группа в мае, значит, и там слушатели спрашивали, мы, говорит, делали документ в Microsoft Word, перенесли в R7, вроде все нормально, но почему-то тексты поплыли, на другую страницу начали вылезать и так далее, мы начали разбираться. А оказывается, там все просто. В Microsoft вертикальные настройки, это высота шрифта, настройки междустрочных интервалов, они в пунктах, а в R7 офисе, если не переделать, в сантиметрах. А перевод пункт в сантиметр, это что у нас? Это 1 миллиметр, это примерно 3 пункта. Соответственно, в сантиметре 30 пунктов, и вот переход, а если точно там 0,352 тысячные сантиметра в одном пункте, вот эта вот корявость вылезает потом и в высоту шрифта, и, соответственно, в настройку междустрочных. Памятку нужно держать, да? Да, нужно либо просто перестроить, сказать, сделай здесь тоже в пунктах и не мучайся, либо вот понимать, что... А это не окни, можно взять 304 и померить с линейкой. Ну, ты же не будешь каждый раз с линейкой сидеть. Не, ну понятно, а сантиметры привычные. Понятно. А с самими шрифтами какие-то проблемы еще есть? Это есть, но мало туда кто-то залезает. Кто-то говорит у вас. Да, кто-то микрофон. У вас вопрос? Я про лицензионные шрифты пытался спросить. Лицензионные шрифты? Про какие лицензионные шрифты? Это лицензионный шрифт Майкрософта. Ну, значит, смотри, про шрифты у нас история какая. Я думаю, что вы расспрашиваете в курсе, что у нас есть ГОСТ, последний ГОСТ, который связан с настройками, вернее, с форматированием организационно-распределительной документации, то есть те, которые на уровне в компании и на уровне между компаниями, да, там в самом начале стояли шрифты, которые мы постоянно использовали. Таймстен, Роман, Вердана и Эрел. В 2018 году, когда вот все это активно закрутилось, государство, там, вернее, понятно, да, значит, выпустило не новый ГОСТ, а изменения к этому ГОСТу, и сейчас там написано в пункте, если не ошибаюсь, 66 или 63, 63, по-моему, там написано, использовать можно свободно распространяемые шрифты, ну, и где-то там в комментариях когда-то было сказано, похожие на Таймстен Романа в Вердана и Эрел. Ну, то есть, как бы на государственном уровне нас могут зацепить по санкциям, да, внутри организации, в общем-то, это не страшно, когда вы работаете для себя, для организации внутри. Вот, если интересно, есть шрифт, который называется RT Astra Series, по-моему, если не ошибаюсь, вот, можно его скачать прямо с сайта фонд-онлайн, точка ру, они бесплатные, они на 99,9 похожи на Таймстен Роман. Я думаю, что, да, все знают, что на фонд можно скачивать любые шрифты. Да, да, но просто вот именно этот шрифт очень похож на Таймстен Роман, спокойно можно им работать. Вот, устанавливается очень просто, то есть, вы открываете скачанный файл, нажимаете на установить, и ждете, пока он закончится, и все. И он там уже в Microsoft или в R7 тоже появится. Таблички хорошо переносите, но шрифты устанавливаются в операционной системе, вы про какую их говорите? Windows, я с Windows не работала, поэтому, не знаю, не могу сказать, пока. Но мы запланируем тогда встречу с теми, кто про Linux, вот, чтобы этот вопрос не остался у нас неотвеченным, мы обязательно проконсультируемся и дадим обратную связь, просим вас написать нам на почту, мы дадим вам ответ на этот вопрос, пообщаемся с нашими разработчиками, программистами, которые работают на Linux и знают все это. Там микрофон у кого-то включен. У кого-то включен микрофон, да, фонит, если можно, отключите, пожалуйста. И, значит, из вопроса, был еще чуть выше вопрос про то, что делать, если не умеешь работать, идти учиться на JavaScript, да, можно идти учиться на JavaScript. Если писать свои плагины, то да. если что, 8495-780-47-54 запишем на курсы подготовки, обучим JavaScript, и можно будет разрабатывать в том числе на R7 вот плагины и зарабатывать хорошие деньги. Однозначно. Я очень благодарна, что вы уделили это время, на самом деле, я вас предупреждала, это будет самая горячая тема, вот, я всегда шучу это, потому что глаза у меня зеленые, но это факт, это факт, потому что актуально, потому что горячо. Спасибо вам большое. Если будут вопросы, мы их прям списком потом пришли. Вы нам тоже поможете ответить на них, да, всем большое спасибо, и мы ждем нашего третьего спикера, вам большое спасибо. Ой, можно ли я? Да, там Татьяну только встретили, если она... Ну, нет, я еще здесь, но я просто... Хорошо, спасибо большое. Так, так, ну что, здравствуйте, Мария, ну, у вас прям, как это, на горячий, на горячий стул, на горячие рельсы, сейчас будет еще одна активность, уверена, вызовет тоже, как ряд каких-то вопросов. Мария, родина Мария Геннадьевна, тоже преподаватель наш, не так давно с нами работает, но активно внедряется в разные направления, сейчас это маркетинг, да, в ближайшее время тоже искусственный интеллект, да, да, будем познавать, но в рамках уже другого формата. Мария, давайте с вами тоже определимся в формате, мы прям немножечко на R7 затянули, так уж случилось, но живая дискуссия, к сожалению, просим у всех прощения за выбивание из тайминга, давайте мы пойдем более чуть-чуть оперативно, но постараемся остаться в тайминге, хотя бы 10-15 минут, и мы с вами успеем являем обсудить все вопросы. Вопрос, ну да, если останутся, то я буду рада ответить на ваши вопросы чуть позже. Ну, такая тоже, на самом деле, интересная тема, направление, да, реклама, двигатель, торговля, и на сегодняшний день весь российский бизнес очень упорно, очень трепетно, да, все бизнесмены, учредители идут учиться, изучать рекламу, вот, а, собственно говоря, насколько я знаю, сейчас очень важно пойти и просто максимально глубоко изучить то, что дает Яндекс, да, и можно уже начать в чем-то разбираться, вот расскажите, пожалуйста, Яндекс, Метрика, что там есть, скреты какие есть. У нас на рынке до 2022 года было два основных инструмента, через которые мы рекламировались в поисковых системах, это Google Ads и Яндекс Директ. Когда Google Ads ушел, это, конечно, было огромным стрессом для компаний, но это не было никогда катастрофой даже для меня, как для владельца рекламного агентства, я, блин, ну есть Яндекс, хорошо, мы перераспределим рекламный бюджет в Яндекс Директ. И плюс ко всему, Яндекс Директ, он старается развивать свой инструмент, не так, что вот, ага, Google ушел, я остался один, развиваться не буду, все, у меня останется на прежнем уровне. Нет, например, сейчас тот же самый Яндекс Директ, он активно внедряет нейросети, да, вот буквально за вчера выкатили новый инструмент, когда владельцы бизнеса вообще говорят, вы можете просто сесть, нажать на кнопку автоматическая там настройка рекламных кампаний и за вас нейросеть напишет заголовки, тексты, проставит ссылки, подберет запросы, по которым будет вас рекламировать, даже изображение сгенерирует, хотя генерация изображений в Яндексе, она уже там может быть пару месяцев через искусственный интеллект делается, вот, и если говорить не о Яндекс Директе, о системах аналитики, такой, как Яндекс Метрика, то Яндекс Метрика на российском рынке, она всегда была более популярна, нежели чем Google Analytics, хотя это во многом взаимозаменяемые, но также взаимодополняемые инструменты, да, сейчас вообще в принципе Метрика вышла на первое место. Супер, ну, то есть получается, что Яндекс все же устаканился, да, забрал на себя вот эту пальму первенства, развивается, и Google Analytics, ну, я, честно говоря, в этом направлении тоже, наверное, года 2000, чтобы не соврать, 16-го, 17-го, и все же так, Google Analytics мы как-то всегда старались вынести за скобки, как-то вот, но делали по счету акценты на Яндексе, Яндекс Реклама, Яндекс Директ, Яндекс Метрика. Нет, я бы не сказала, что выносили за скобки Google Analytics, мы его активно использовали, продолжаем использовать, просто дело в том, что Яндекс Директ интегрируется с Яндекс Метрикой, и, допустим, в Google Ads там есть возможность оптимизировать стоимость клика по рекламному объявлению за конверсию, оптимизацию, но нет возможности оплаты, а Яндекс Директ говорит, не хотите платить за показы, за клики, окей, платите за целевые действия, например, у вас интернет-магазин, и вы говорите, я хочу платить исключительно за оформленный заказ, Яндекс Директ говорит, да, окей, и это он говорит с 2020 года, да, такая возможность есть, и она сейчас активно развивается, и для того, чтобы понимать, что пришла конверсия, конечно, Яндекс Директ интегрируется с Яндекс Метрикой, а не с Google Analytics, поэтому... А вот расскажите, пожалуйста, если рассматривать Яндекс Метрику, который сейчас является на нас, на флагман, да, в аналитике нашей рекламы, рекламных расходов, как определить с помощью Яндекс Метрик, ну, в двух словах, пару лайфхаков, кто не был еще на ваших курсах, расскажите, как определить эффективность рекламы с помощью Яндекс Метрики, на что хотя бы пункты обратить внимание на полезное. Вообще, курс по Яндекс Метрике это очень такой длинный, обширный курс, но если говорить в двух словах, то у нас есть три группы показателей, на которые мы обращаем внимание, это количественные показатели, качественные и финансовые, и когда нам нужно сделать вывод об эффективности какой-либо рекламной кампании и о перераспределении рекламного бюджета, то мы, конечно, в Яндекс Метрике смотрим на количество трафика, окей, но трафик может быть живой, а может быть годный, да, не живой. Дальше, мы обращаем внимание на процент отказов, то есть пользователь зашел на сайт, сразу вышел, да, ну, это если в двух словах, или он остался и что-то продолжил делать, а дальше, какие он микроконверсии совершил, такие конверсии, то есть если вы рекламу научите, да, разбираться? Вообще, по счету. Отлично, отлично, к Марии, да, можно и нужно идти, на самом деле, кажется, я поговорю еще про Яндекс Директ, но прежде чем туда пойти, знаете, какой вопрос, чаще всего встречаю, спрашиваю все, а вот чем отличается таргетированная реклама от контекстной, и вот те, кто нас подслушивает в телефонах, это какая? Таргетированная реклама и контекстная реклама, это платная реклама, когда мы платим деньги, но в таргетированной рекламе мы платим деньги социальным сетям, да, например, ВКонтакте или другие запрещенные соцсети, а контекстная реклама, это когда мы рекламируемся в поисковых системах, в Яндексе, в Гугле, в Мейлру, в Рамблеру. То есть подслушивает нас контекстная реклама? Все, вся реклама нас подслушивает, да, кто-то даже говорит, что не только подслушивает, но еще и мысли читает, потому что я еще никому ничего не сказала, только подумала, уже вижу, как меня преследует эта реклама. Я поняла, а как настроить Яндекс.Директ, я бы именно целевую свою, какие критерии вот этой рекламы самые сейчас важные, модные? На самом деле, через Яндекс.Директ мы можем настроить не только текстовую рекламу на поиске в Яндексе, мы можем также настроить и графическую рекламу, текстовую графическую, видео рекламу и даже аудио рекламу в Яндекс.Радио мы тоже можем настроить через Яндекс.Директ. И понятно, что у каждого формата существуют свои настройки. Мы можем настроить рекламу по ключевым словам, вы это искали в поисковой системе, либо мы сейчас с вами говорим об искусственном интеллекте, да, будет бегать реклама Яндекс.Гпт за нами, да, ну, то есть или R7 или еще что-то, да. Дальше, это реклама, конечно, мы можем гео-ограничивать, даже вплоть до радиуса, если у вас, например, салон красоты, и вам не надо рекламироваться по всей Москве и Московской области, у вас не сеть, вы можете взять радиус, там, 5 километров, 3 километра вокруг вашего салона и настроить рекламу. Мне кажется, это вообще очень полезно, круто, да, раньше такого не было. Ну, нет, давно уже есть просто, но это не означает. Я знаю, что, да, вы брали там города, да, там, целевая аудитория, возраст, где показываться, но все-таки вот именно километраж, наверное, это, наверное, связано с тем, что мы работаем более крупно, укропленно, там, на всю Россию, там, СНГ, и не было такого пункта, не было необходимости. А вот для малого бизнеса получается очень крутая штука, что можно настроить километраж. Да, это, конечно, магазины, условно, профэ, медицинские клиники, фитнес-центры, ну, вообще, бизнес, который привязан к локации. Мы можем настраивать рекламу по платежеспособности. Например, если у вас какой-то сегмент премиум, вы можете выбрать и показывать вашу рекламу пользователям с доходами выше среднего. Да, то есть наши доходы тоже где-то, да, мы записаны. Так, теперь это мы тоже знаем. Нет, на самом деле, когда я преподавала 10 лет назад, у меня студенты, они такие, нигде не буду регистрироваться, нигде, нигде не заведу аккаунты, потому что обо мне все... Сейчас классно, я буду это использовать в своих целях, все эти фишки будут работать на меня, я буду получать... Все правильно, то есть люди адаптируются, я правильно понимаю, что в рамках развития, там, Яндекс.Директа, в целом маркетинга, рекламных компаний, получается, что повышается в целом качество услуг рекламных. Ну, то есть, если раньше реклама, там, не знаю, Михаил Галустян бегал и рекламировал все подряд, то сегодня, да, аудитория Михаила Галустяна точно получит Михаила Галустяна, аудитория, там, не знаю, Влада А4 получит, да, Влада А4. Все верно, да, то есть даже у многих был раньше, может быть и сейчас есть такой барьер, что видеореклама это супер дорого, но на самом деле это не супер дорого, да, и мы можем зайти в Яндекс.Директ, настроить видеорекламу с оплатой за клик, не просто за показ видеоролика, за просмотр, вот за клик и переход на ваш сайт. И кроме того, мы можем понять, кому мы настроим, по какому полу, по какому возрасту, какие интересы, например, мне, как девушке, да, абсолютно неинтересно, какое машинное масло самое лучшее, да, но, наверное, это будет актуально в мужской части аудитории, да, у которых есть автомобили, да, или которые с этим связаны. Согласна, а есть какие-то проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, ну, вот, точно не нужно этого делать, или стоит опасаться, или внимательно отнестись к чему-то при настройке рекламы, вот, в Яндекс.Директе, что можно упустить? Ну, какой-то, может, маленький лайфхак у человека, который мы там очень давно и глубоко вошли, это мы прям не раскрываем совсем, да, но вот какие-то... Смотрите, когда мы работаем с Яндекс.Директом, мы в первую очередь работаем с бюджетом, и мы должны понимать, да, что требуется постоянное внимание, и не так, что вы сидите прям каждую секунду обновляете, смотрите, ага, там 17 рублей за клик списалось там, а тут нет, да, но вы должны ограничивать свои расходы, понимать, что такое там недельный бюджет, что он может потратиться и за один день, этот недельный бюджет, который вы там ставите в настройках, да, то есть требуется обучение, потому что Яндекс сейчас активно рекламирует все автоматизированные методы, да, настройки рекламы, Яндекс.Бизнес тот же самый, где вообще ничего не надо делать, но если вы изучите Яндекс.Метрику и посмотрите, каким словам вы рекламируетесь, а что вы, с какой аудиторией вы рекламируетесь, у вас волосы дыбом станут, и вы скажете, нет, а я хочу сам настроить рекламу так, чтобы она работала еще более эффективно, ну, то есть требуется, я бы сказала, знание, особенно если вы работаете с подрядчиками, и понимание, как зайти в личный кабинет, как проверить, сколько денег потратилось, потому что, когда я провожу аудиты по рекламным кампаниям, очень часто бывает такое, что клиент платит деньги подрядчику, и подрядчик говорит, я сам их перечислю в Яндекс.Директ, и не вся сумма доходит, а клиент уверен, что у него там тратится 4-5 миллионов в месяц там рекламного бюджета, там по факту тратится 500 тысяч, миллион. То есть, прежде чем запускать рекламу в Яндекс.Директе, даже если ты руководитель, пойди, изучи, разберись в этом продукте, да, и не просто доверять там кому-нибудь свои деньги. Да, если грубо, да, грубой маска, и получается так, самая большая опасность довериться, не научившись пользоваться. То есть это система, в которой можно разобраться, можно научиться с ним работать, если я веду свой большой, малый, средний бизнес, и прежде чем кому-то платить, я должен хотя бы понимать критерии, куда уйдет, сколько стоит, да? Ну, скажем так, у меня обучались руководители крупнейших российских компаний. То есть они обучались, понятно, что они не будут сами настраивать рекламу, но они говорят, это основная статья наших расходов, это маркетинг. Я хочу понимать, как вот Джон Ванамейкер, американский бизнесмен, в прошлом говорил, я знаю, что часть денег на рекламу выброшена на ветер, но я не знаю, какая именно половина. Вот сейчас это все очень легко можно понять с помощью инструмента Яндекс.Метрики. Руководитель, он хочет понять, тратятся его деньги эффективно или нет. И я уважаю эту позицию. То есть не нужно руководителю разбираться, конечно же, во всем, но он должен знать, какие точки контроля вообще существуют. И прелесть сделать рекламная пауза наших курсов специалисты, то, что они не только для тех, кто хотят научиться руками настраивать рекламу, идти и работать специалистом по маркетингу. Это и для руководителей тоже. Научиться понимать, читать, анализировать объем этой информации. Супер. Мария, ну расскажите, ближайшие курсы, насколько я знаю, это все-таки SEO, да? Ближайшие? Ближайший курс начинается уже в эту субботу, это SEO. Потому что Google как поисковая система у нас осталась. И нам важно показывать наш сайт в Google тоже. Но каким образом? Осталась только органическая выдача. И нужно понимать, на какие факторы обращает внимание Google для того, чтобы наш сайт поднимать в топ-10 поисковой выдачу, чтобы мы получали на сайт трафик. Потому что если верить исследованиям Яндекс.Радару, то 35% пользователей более молодые, более платежеспособные используют Google. Да, если мы хотим все-таки, то мы идем в SEO, понимаем инструменты. Каким образом в Google, тем более там сетя, кликальные объявления в Google выше, поскольку нет рекламных блогов, которые в Яндексе занимают всю видимость экрана. Да, поэтому SEO тоже очень важная. Но получается важный, кстати, момент, да, к сожалению, пока это стоит отметить, Яндекс занимает рекламные позиции, первые строки поисковиков, и это очень серьезно сбивает, да, от выбора основного. Вот этот секрет, я помню, когда у вас на курсе, вы говорили, прочитайте внизу и поймете, рекламные или не рекламные объявления, давайте им расскажем маленький лайфхак. Как посмотреть рекламу, а не рекламу? Да, да, да. Мне кажется, это не секрет, это такое. Ну, давайте, да, демонстрацию экрана. Можете сказать, я думаю, да, идеально. Ну, у нас есть 38-й федеральный закон о рекламе, который обязывает все рекламные объявления помечать пометкой реклама. И если раньше объявления в Яндексе, в Гугле были выделены ярко-желтым, розовым цветом, да, и прям пестрили, кликни сюда, то потом поисковые системы поняли, что чем они вот сильнее выделяют объявления, тем меньше кликов они получают, потому что пользователь больше доверяет органической выдаче. И тогда сейчас вот поисковые системы рекламу стали помечать светло-серой пометкой реклама. И вы даже не всегда можете понять, что это реклама. Многие говорят, ага, я вверх пропускаю, тут все реклама, но Яндекс стал показывать рекламные объявления не только сверху и снизу, но также и в середине органической выдачи. Это мы читаем, ищем серые буквы, и если написано реклама, знаем, что нас хотят купить. Реклама – это неплохо. Согласна, вы точно должны эту идею продвигать. Реклама – это хорошо, согласна. Вопросы есть к Марии? Либо мы так все подробно как-то детально разбираем, приглашаем всех на обучение к Марии в том числе. Ну и Мария, так как вы у нас как раз третий спикер в рамках рекламы, с вами и будет рекламная пауза. Согласна, наш главный бонус, бонус сегодняшнего дня, обычно, всегда, все наши семинары заканчиваются, и мастер-классы, дополнительная скидка всего лишь 5%, всего лишь. А сегодня… А сегодня, да, вот такая у нас уникальная коллаборация. Просто Мария наш активный пользователь всех наших соцсетей, да, и тоже все свои курсы продвигает и знает наши правила. Но сегодня мы дарим скидку в честь двойного праздника, вот такой новый формат живого интервью и вручение дипломов, которое уже начнется прямо через 10 минут. Сколько действует эта скидка? До конца лета мы готовы вам дать такую сумасшедшую дополнительную скидку, при этом при всем скидка суммируется до 30%, даже на часть курсов можно получить скидку. Вот такая уникальная история. Взяла на себя, говорю, вот так вот я решила, сегодня будет такая большая скидка. Поэтому фотографируйте экраны, переходите по QR-коду сразу на страничку нашего комплекса. Работают наши сотрудники до 9-ти, 9-ти в зависимости от нагрузки, но до 9-ти точно можно дозвониться, записывайтесь. По горячим свидетам каждому из спикеров, открою секрет чуть-чуть попозже для тех, кто у нас на вручении дипломов. Сегодня будет еще один очень интересный спикер, это Светлышева Ольга Юрьевна. Ее очень многие знают, любят, и сегодня мы пригласили ее на наше мероприятие не только в рамках, скажем так, преподавателя, а еще и как спикера, который поделится секретами, секретами, как лучше свое резюме настроить, какие-то тоже секреты, фишки расскажет. Поэтому, если вы хотите тоже к Ольге Юрьевне узнать секреты, вы, самый лучший, конечно, путь, это купить дипломную программу с дополнительными всеми нашими скидками, вот, и потом прийти на вручение дипломов, Ольга Юрьевна все расскажет. Но есть также у нас курс, ТТБ называется, да, это тоже, кстати, бесплатный курс, и он всего один день длится, можно тоже на него записываться, поэтому вот рекомендуем, у нас сегодня активное такое мероприятие. Мы очень будем рады вашей обратной связи в чате, ваши комментарии, какую-то информацию, понравился ли вам такой формат от тех, кто в аудитории. Мы, в принципе, пару муточек и завершаем. Мы пока еще на связи, выключим микрофон, ждем от вас обратную связь. Пишите нам, звоните, Мария, вам огромное тоже спасибо. Вы у нас восходящая звезда, я уверена, что в ближайшее время мы тоже еще очень много от вас и новых курсов услышим и узнаем, и увидим. Супер, спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.